Доброго времени суток уважаемые дамы и господа. Статья которую я сейчас озвучу называется самый простой способ повышения игровых кондиций команды. Она была написана 11 мая 2010 года. Итак начинаю. Уважаемые тренеры, есть очень простой способ кардинально повысить игровые кондиции вашей команды. Практически без всяких усилий. Нет, нет, это не шутка господа. Это абсолютно серьезное предложение. Есть только одна мелочь, которую необходимо решить. Необходимо согласовать один момент с хозяином футбольной команды. Если добро от него будет получено и будут внесены изменения в контракты с игроками, то мое предложение можно считать на 90 процентов решенным. В чем суть предложения? В том, что футболисты будут получать зарплату в зависимости от прохождения ими ежемесячных тестовых испытаний. Каждому футболисту назначается ставка равная скажем 50 процентов оговоренной в контракте суммы. Остальные деньги футболист получит только тогда, когда успешно пройдет контрактное тестирование. Не прошел тестирование, остался с половиной зарплаты. Прошел успешно, получил всю сумму, оговоренную в контракте. Прошел тестирование с оценкой 3, получил 50 процентов премии. С оценкой 4, 75 процентов премии. С оценкой 5, 100 процентов премии. Если футболист в процессе прохождения тестовых испытаний превысил показатели, необходимые для оценки 5, то обязательно получит премию как дополнение к существующему контракту в размере скажем 50 процентов ежемесячной премии. Если футболист не выполнил норм соответствующих уровней удовлетворительно, то есть тройки, то получает голую ставку и первое предупреждение. Второе предупреждение может быть, а может и не быть. Все зависит от проводимой в клубе политики тренера и хозяина клуба. Теперь о самом тестировании. Здесь фантазии тренера представляется полная свобода. По мнению автора этой заметки необходимо тестировать точность удара с обеих ног и разных дистанций. Здесь достаточно было бы изготовить кольчугу, то есть выездной вариант блицмаяка. Второй вид тестирования. Время пробега 30 метровой дистанции. Следующее тестирование. Высота прыжка с места. Четвертое. Кастинг, то есть точность попадания мячом в определенную точку футбольного поля. И пятое. Крайне необходимо тестировать качество приема мяча посланного с разной силой. Но это можно будет сделать только при наличии в клубе болвана и памятника. Можно обойтись и без этих двух только что упомянутых тренажеров. Но качество формирования мышечной памяти приема мяча при этом резко ухудшится. Если кто-либо решился бы внедрить такую систему оплаты трудов праведных футболистов, то уже через год он свою команду просто-напросто не узнал бы. Качество ее игры повысилось бы кардинально. И еще одно если. Если хотя бы в одной команде постсоветского пространства такая система будет внедрена, то буду считать себя счастливым человеком. Буду считать годы своего труда, потраченные на создание новой футбольной идеологии и разработку концепции создания мастер-команды прожитыми не зря. У меня все, господа.